Добрый день, друзья! Вы на канале Уютные Чаепития, и с вами я, Ирина Резвая. Немножко камеру я поставила неудобно. Я поставила камеру на стол, где у меня газовая плита. Я сейчас буду жарить картошку. И это тот день, когда я занималась смородиной, топлю баню, жду Колю. Я прошу прощения за мой вид, штаны у меня те же, в которых я работала, но они чистенькие, так аккуратненько в них. А вот верхнюю одежду пришлось сменить. Ну, сами понимаете, да, работа на улице. Тут все-таки я дома, халат я не одеваю. Вот видите, как я низко поставила камеру. Сейчас буду жарить картошку. Я ее уже почистила, порезала. И время уже 10 минут седьмого, и где-то, может быть, минут через 30-35 у меня приедет Коля. Сковородочку разогрела. Масло. Пусть нагреется. Приготовлю соль. Здесь у меня еще... Сейчас я покажу вам. Колбаска, лучок. Картошка у меня уже нарезана. Это будет лучшая дачная картошка, друзья мои. Лучшая. Лучшая. Сейчас разогреется. Все, я думаю, разогрелась. Картошечка. Пока не солю. Друзья, на стадии того, что сейчас я насыпала, я сначала ее накрываю. Она у меня под закрытой крышкой пожарится. Потом я ее переверну. И уже потом нужно будет без крышки. Я тем временем порежу лук. Зажигалочку уберем. Порежем лучок. У меня здесь пока так все тесно, друзья. Вы же знаете, что у меня здесь еще ничего не приспособлено. Не знаю, вы меня увидите или нет. Наверное, увидите. В принципе, что тут видеть-то. Лук-то резать. Я его вот так вот раз порежу. Лук, конечно, даже можно добавить перед тем, как начну переворачивать. У меня здесь даже есть лопатка. Но переворачивать пока рано. Пять минут прошло. Она еще не очень даже прожарилась. Видите, у меня газ здесь небольшой напор, но все равно. Все, я ее переворачиваю. Или перемешиваю даже. Не переворачиваю, а перемешиваю. Масла мне пока достаточно. Я думаю, и дальше будет достаточно, но потом кусочек сливочного масла я все-таки добавлю. Так, я думаю, я положу, надо на тарелочку. Так. Я думаю, что нужно добавить уже лук. Пусть он тоже прожаривается. Так, вот я его добавлю. Это у нас только, знаете, дома напор газа получше. Поэтому там посильнее сразу схватывается. Пусть под крышкой пока постоит. Так, а я пока колбаску порежу. Так, и как я его порежу? Да хоть как. Можно хоть кубиками. Хоть как. Ножик у меня. Маленький нож взяла. Ну, будет вот такими брусочками. Видите, вот такими вот брусочками будет. Так, колбаска апрельская. Я им не месяц имею сейчас веду. Ой, даже желе на ней. А из магазина апрель. Молочная. А то скажете, колбаска апрельская у нее. Ничего себе. На дворе и сентябрь у нее колбаса апрельская. Вообще. Приколист-то, блин. У нас тем временем темнеет. Я уже включила освещение. И сколько у нас сегодня градусов? Сейчас 11. Днем, наверное, было потеплее. Пойдем картошку переворачивать. Сейчас я ее переверну. И больше под крышку уже не буду. Вернее, я не буду больше крышкой накрывать. Все. Пусть она уже жарится у нас. Кручок перевернем. Все. Пусть жарится. Солить тоже пока не буду. Колбаска порезана. Ждет своей очереди. Перевернем. Конечно, у меня сковородочка не такая, как дома. Супер крутое покрытие антипригарное. Но сковородочка, видавшая виды. Я так полагаю, еще от прежнего хозяина. Что у нас с газом? Газ у нас есть. Так, все, друзья. Теперь я сюда колбаску. Щедро тогда, щедро колбаски. Пусть еще там поджарится, и потом с колбаской снова переверну. Когда я переверну с колбаской, потом посолю. Все, переворачиваю. Переворачиваю. Вот что значит, когда не достает. Знаете чего? Газа, силы газа, напора сильного, да? И получается, что тушит, а не жарит. Но все равно будет вкусно. Поверьте мне. Все равно будет вкусно. Теперь посолила. Ну что, газ заменим, баллон. И тут, скорее всего, даже, знаете что, ни в баллоне дело. Тут в самой газовой плите что-то. Надо бы ее прочистить. Ну все, она почти готова. Сейчас я попробую. Я уже чувствую, что она мягкая. Все, друзья, картошка готова. Выключаю. И прикрываю, чтобы она там, как вам сказать, не запарилась совсем. Иду встречать Николая Александровича. Ах, там уже какая луна. Красивая луна. Ну и где у нас Николя? Вообще-то должен подъехать. Листья шуршат. Вот и все. Время 7 почти. Ну, коли едет тихонечко, дорога там, знаете, какая. Время почти 7 часов. И уже темно. Несмотря на то, что день был солнечный. Дождя нет. И вот так вот уже все потемнело. Посмотрите-ка. Все. Это еще на камере светло. Да еще вот здесь вот у меня подсветка. Ой, как рано темнеет. Так. Где же наш Николя? Сейчас должен приехать. У него уж баня почти истопилась. Жарко в ней так. Хорошо. Вон Петрович в машине тоже, видите, видеорегистратор работает. Хоть и на даче, все равно. Даже не слышу еще машины. Ну, ладно, подождем. Подождем. Сейчас приедет. Слышу. Слышу, слышу. Машина едет. Слышу. Ну-ка. Вот он едет. Едет. Ну, Николя. Ну, наконец-то, Коля. Чего? Как долго. Ну, как ты долго-то ехал. А мы тебя ждем-ждем. Семь часов. Семь часов? Да. Когда Александрович с нами нездоровается что-то. Да? Здравствуйте. Ну, давай сумку донесу. Я уже там картошки нажарила. Все, приехал. Пойдем мы ужинать. Слушай, сначала в баню может? Я не знаю. А потом ужинать? Можно и так. Ага, давай. Давай.